Значит, в общем, продолжаю я эту лирическую всю тему. Правда, пересмотреть пришлось очень-очень много вещей. Например, выяснилось, не знаю, как последние два года я не наблюдал ситуацию в России. То есть до этого очень много проектов мы здесь вели. По определенным ситуациям мы это делать перестали. Значит, не знаю, как у вас сейчас, но у нас по-прежнему сейчас остается ключевая кадровая проблема. Кто согласен, поднимите руки, что по большому счету у тебя все может быть прекрасно, но тебе все равно все порют кадры. Поэтому, в общем-то, я думаю, что и таким спросом бешеным пользуются конференции, встречи и вообще продукты автоматизаторов, которые хотя бы частично снимают эту кадровую проблему. Если честно, там, будь моя воля, я бы, наверное, вообще рассказывал вам о нюансах и деталях построения скриптов. И говорил бы о том, как внедрить еще пару интересных точек контроля. Но это, как говорится, за кофе. А поговорим мы совершенно-совершенно сейчас о других вещах. Поговорим мы вот о чем. Поговорим мы о том, что проверено на 100% на практике. То есть, что нужно понимать. Я буду показывать кучу графиков сейчас. Там сложные таблички. Это всю презентацию, надеюсь, вам вышлют, и вы потом вдоволь в ней покопаетесь. Это может показаться очень сложным, и это очень сложно. То есть, это может показаться попыткой за один час рассказать вам что-то типа 25-часового курса введения в глубинное интервью, комплексное маркетинговое исследование. Это так и есть. Но я буду пытаться сразу объяснить прикладную сторону, показывать какие-то абсолютно реальные фишки, как мы это ежедневно применяем. И еще раз я повторяюсь, попробуйте сопоставить. То есть, давным-давно я не в виртуальном бизнесе. Давным-давно я не зарабатываю на жизнь тем, что раздаю советы. Я зарабатываю на жизнь тем, что я зарабатываю себе сам. И мои сотрудники зарабатывают мне. Давным-давным-давно уже минули те года, когда я там находил какую-то модную фишку. Говорю, ребят, смотрите, модная фишка, давайте попробуем. Я еще не знаю, что это, но давайте попробуем, будет прикольно. То есть, то, что я вам буду рассказывать, мы реально делаем ежедневно. Да, это очень тяжело. Да, из-за этого периодически приходится мало спать. Да, это меняет полностью для нас результативность нашей работы. Я могу привести пример, вы его легко можете проверить, либо когда приедете когда-нибудь в Одессу, либо с помощью интернета. У нас в Одессе есть три ключевые событийные площадки. То, что называется хабы, не знаю, как оно у вас называется. То, что называется там вот эти комьюнити спейсы, у вас их, конечно, значительно больше. В Одессе их три. Импакт хаб, терминал 42, перрон номер 7. Значит, перрон номер 7 – это мой проект. Стартовали мы вместе с хабом одновременно, терминал открылся позже. У нас разнятся вложения финансовые, это я точно знаю. Приблизительно так. На единичку моих вложений 10 терминала, там и 100 хаба. Приблизительно так. При этом мы выстроили одинаковую узнаваемость, к нам ходят одни и те же пулы клиентов. Мы имеем одинаковую конверсионную эффективность взаимодействия с ними и никак не ощущаем разницы на два порядка. За счет чего? Во многом за счет глубокого понимания того, чего от нас хотят наши клиенты. Во многом за счет точного конструирования продукта. Ну, это, пожалуй, то, о чем я сегодня хочу поговорить. Ну, если честно, как показал мой опыт, и я на себе это тоже поймал, и кто-то может быть со мной согласится. В жизни бизнесмена каждого, причем, наступает момент, не знаю, как он сейчас у вас наступает, и наступает ли он, но, по-моему, он наступает всегда, кризис, не кризис, какая бы ни была экономическая ситуация, все-таки накрывает тебя эта штуковина, когда тебе уже не хочется просто зарабатывать деньги, тебе хочется, чтобы было, я бы сказал, по-богатому, не знаю, как сейчас говорят у вас. Ну, хочется что-то эдакое, что-то выдающееся, что-то исключительное. У кого-то пробегала такая мысль? Да. Ну, честно, да. Ну, тут смотрите, какая штука. Тут не расстреляйте только меня, пожалуйста, и очень сильно мешает язык русский. Скажите, пожалуйста, исключительный бизнес – это какой? Уникальный. То есть? Не имеющий аналогов. Не такой, как все. Еще. Превосходный. Лучший. Приносящий кайф владельцу. Замечательно. Еще. Еще раз уникальный. Повторно уникальный. Смотрите, там что смотрите? Исключительность, вообще слово исключительное, оно подталкивает нас к тому, что мы имеем каждый раз, пытаясь создать исключительный бизнес. Я сейчас вам просто покажу, как это слово переводится на английский язык, и там разногласий не будет, разночтений там не будет. На самом деле, слово – это extraordinary. Вы понимаете, из каких двух слов оно состоит? Это очень для меня важный момент. Вы понимаете, что для того, чтобы сделать extraordinary business, надо сначала сделать ordinary business. Причем сделать его лучше всех остальных. И только потом добавить туда экстра. Это такая простая штука, такая простая штука, что, знаете, есть такая… Ну, потом я вам покажу эту фразу, не буду спойлерить, да, очень смешная. У вас футболки с ней печатаются, этой фразой. Скажите, я не знаю, как у вас. Я в Одессе точно знаю, что пиццерию почему-то можно поесть только в одном боулинге. Как у вас в Москве, где можно стабильно, нормально поесть пиццу, а желательно не поесть, а заказать домой? Чтобы она всегда приехала такая, как ты ее любишь, такая, как ты привык. Назовите мне одно место. Где? А? Мипиечи? Кто согласен? А у кого лажа была с этим же заведением? Ребят, все банально. До исключительной пиццерии нужно сначала построить пиццерию, которая стабильно привозит пиццу ровно за 45 минут, именно того вкуса, именно так поджаренную, не путая ингредиенты. А это капец как сложно. И только после этого срабатывает исключительность. То, о чем вы говорите, уникальный, необычный, не такой ко все, давайте сделаем пиццерию, которая вместо коржа использует баклажан, а все топпинги делает только из 68 видов сыров. И желательно, чтобы пицца была в виде пирамиды. Хеопса. Или как это, майя, знаете, ступенчатой. Это уникально? Ни у кого такой нет? Назовем ее пицца куб. Но она будет в форме пирамиды. Не знаю, почему так креативщики решили. Понимаете? Они сказали, что слово пирамида очень длинное, а слово куб хорошее. Не получается. На самом деле, смотрите. Какая беда с сильными идеями? Сильная идея сама по себе, это, вот у меня есть презентация на английском, там, just another funny startup. То есть сильная идея сама по себе на самом деле ничего не дает. Нет, я вам скажу, что она дает. Как человек, который много раз в жизни был консультантом, не только консультантом, вплоть до управляющего, директора, вплоть до генерального менеджера в чужих компаниях, я вам могу сказать, что я несколько компаний чуть не завалил когда-то. Знаете почему? Потому что приходил с сильной идеей. Дело в том, что когда ты приносишь в устоявшуюся структуру сильную идею, что происходит? Скажите мне, коллеги-собственники. Что? Ломаете прежнюю. Происходит отторжение, разбегается персонал, клиенты не понимают, что происходит. И что самое гадкое, старые процессы, пусть даже совершенно не оптимальные, но вы здесь должны понимать, что такое бизнес-процессы. Это же все-таки конференция Битрикса. Старые бизнес-процессы, корявые, никакие там с хромой ногой, но они работали почти без сбоев. А против сбоев всегда была тетя Зина. Абсолютно клиента неориентированная, которая абсолютно по-хамски вставляла клиенту так, что никакого негативного отзыва он на Facebook не шел писать, потому что ему просто не хотелось ни о чем говорить. Он рыдал, выпивал свой смузи и шел домой, понимаете? А как у вас, говорит Тинькофф, шел в свой каворкинг обратно. Вот. И тут вы приходите с сильной идеей, и это реально все ломает. И бизнес сыпется. Сильную идею нельзя натянуть на существующий бизнес. Сильная идея должна быть основой бизнес-процессов. По-другому вообще не получится. Это не в смысле пришел Трофимов и сказал, вот слушайте, постулат, знаете, там не получится. Не, ну правда не получится. Идею можно вложить только в процессы, простроить процессы снизу, под эти процессы подобрать персонал. Представьте себе Apple, который бы набирал в гениях Apple, да, в Америке, кого попало. Потом говорил, чуваки, короче, смотрите, у нас такая сильная идея компании. Можете себе такое представить? Текучка была бы у них огромная. Кстати, первый признак того, что у тебя архаичные процессы, но очень креативная идея, очень креативная. У тебя текучка безумная. У тебя персонал не хочет с этим просто всем мириться. Идеальное исполнение, идеальное техническое исполнение бизнеса. Классно, настроена, телефония. Реально люди отрабатывают все неразобранные заявки, лиды. Отвечают каждому клиенту, назначают задачу на менеджера. Зашел на сайт, он тебе перезвонил. И так далее. Там пицца действительно доставляется за 45 минут. Если не доставляется за 45 минут, мы возвращаем тебе деньги. Это скучно. Но это то, что делает клиента счастливым. Кто согласен со мной? Ну реально, это то, чего ты хочешь. Когда ты хочешь кухню, ты зараза хочешь кухню, которая реально по размерам в твою квартиру. В первую очередь. И за те деньги, за которые ты хотел. И в те сроки, а не почему-то через месяц, что ты реально больше ремонт делать не можешь. У тебя стоит, кто строил дома. Или делал перепланировки в квартирах. Ты реально ничего не можешь делать, что эти придурки кухню не смонтировали. Они тебе обещали ее сделать 3 недели назад. Они ее не делают. Ты не хочешь креативную кухню. Ты реально хочешь. Просто сделайте, пожалуйста, нормально. Сделайте вовремя. Сильная идея, новая ценность, превосходящая ожидания, создающая новый опыт. Это экстра. Это то, что добавляется сверху на устойчивую, четкую систему процессов. И главное, 100% попадание в ожидания потребителей. Куда попадание? У кого в компании внедрено глубинное интервьюирование? Кто раз в год делает хотя бы 30 глубинных интервью со своими пользователями? Поднимите руки. Один человек показал вот так вот сзади. Какие ожидания клиента? Откуда вы их берете? Как можно попадать в то, во что ты не знаешь? У меня самый любимый слайд есть. Я когда провожу презентацию своей бизнес-школы, школы маркетинга, мы там 9 месяцев готовим специалистов. И реально выпускаем, их всех разбирают. Это отдельная история. Смотрите, я показываю слайд, я показываю просто черный экран. Я говорю, что это? Я вам этот слайд не представляю себе. Я говорю, что это? Они там, Малевич, там да. Я говорю, не, нифига не угадали. Я говорю, это тир с отключенным светом и завязанными глазами. Я говорю, это то, что вы делаете ежедневно. Каждый раз, когда вы куда-то целитесь, вы же не пробовали вообще поговорить с клиентом. Вы не знаете, что ему важно просто. Вы знаете, как делаете? Вы ему анкеты раздаете, в которых вопросы, ответы вы придумали сами. Вы помните, кто был гением? Одна из моих любимых бизнес-книг, бизнес-автор такой очень популярный. Знаете, Астрид Лингрен. У нее есть такая бизнес-книга, популярный бестселлер Малыши Карлсон. Там есть про интервьюирование. Знаете, скажи, ты перестала пить коньяк по утрам? Отвечай прямо, да или нет? Это про интервью и про то, как мы делаем опросы. Вот я, собственно, эту фразу вам хотел сказать. Сделать что-нибудь нормальное, это так оригинально, на самом деле. Выстроить базовые процессы, это такой креатив безумный. На самом деле, ключевая составляющая успеха бизнеса в современных условиях – это эффективность. Что бы вам ни рассказывали, ребят, я арт-директор с 15-летним стажем. Я еще и музыкант, и джазовый композитор. Автор нескольких книг художественных. Меня нельзя упрекнуть в отсутствии креативности, хотя я прямым текстом говорю, что она никому нахрен не нужна. Ну, не получается. Понимаете, креатив – это инструмент усиления маркетинговой коммуникации. Усиление, а не создание, не способ создания. У тебя должен быть выстроенный технический процесс. Скучный сценарий продает лучше, чем креативный. Скучный, правильный. А знаете, как правильный сценарий получается и как получается неправильный? Знаете, где разница? Правильный сценарий – это гиперскрипт или тому подобное. Система ветвистая, проектирование сценариев, они правильно пишут в Word. А знаете почему? Потому что в Word просто невозможно предусмотреть и нормально отследить все вот эти ветвления. Поэтому, когда ты просто берешь программу, которая строит ветвистые сценарии, любую, какая вам нравится, у тебя сразу сценарий получается лучше. Я проверял. На полностью неподготовленных людях, которые никогда в жизни не писали сценарий. Они просто видят необходимость в виде ответа. Да, нет, не знаю. И они тут же придумывают на них нормальные ответы. Снижение сдержек, снижение себестоимости, повсеместная автоматизация, улучшение качества обслуживания за счет CRM. Кто вдруг случайно не знает? Одна ключевая причина – купить себе Bittrex, AMA или еще что-нибудь. Она самая простая. Просто персонал становится лучше. В глазах клиента. И все, это магия. Вот ты поставил CRM, у тебя начало вестись трек-рекорд, начало вестись история общения. И все, у тебя любой человек в глазах клиента стал внимательным. Все, магия. Это чисто техническая магия. Это все прямой путь к клиентскому счастью. И никакого креатива. Но есть же креативный бизнес. Не такой, как у всех. Помните, что вы говорили вначале? Чаще всего непонятный, невостребованный не является следствием потребительского инсайта. Об инсайтах сегодня поговорим. Это креативная обертка для традиционного бизнеса. А теперь смотрите, если вдруг вам когда-то покажется, что у вас кризисная ситуация в стране, что у вас снижается спрос, что у вас клиенты себя как-то не так ведут, они меньше хотят покупать и т.д. и т.п. Просто обратите внимание, покажите все свои коммуникационные материалы и описание своего продукта абсолютно левому человеку. И попросите, дайте ему 3 минуты и попросите пересказать вам, что он понял. Если он не перескажет, то весь кризис вы уже нашли. Весь кризис у вас в непонятных материалах. Понятность – это фундаментальная составляющая успеха, либо неуспеха бизнеса. И смотрите, что такое вообще кризисная ситуация? Что такое любые потрясения в экономике? Что такое любые потрясения в политике? Знаете, что в этот момент происходит? У людей что, меньше денег становится на самом деле? В любой кризис денежная масса у населения растет. Это просто первый постулат, нужно его понимать. Растет подматрасная сумма денег. Знаете, почему они меньше покупают? Сказать вам? Они несчастные. Не, серьезно, все так просто. У них падает уровень счастья. Они несчастные. И каждый раз, когда нужно совершить покупку, которая увеличивает твое несчастье, а расставаться с деньгами вообще неприятно, а расставаться с деньгами с плохим обслуживанием еще менее приятно, а выбирать, когда все сложно, непонятно, 250 опций, от этого вообще болит голова, так вот они просто перестают покупать то, что повышает их несчастье. Все проверено, протестировано миллион раз. Вот что происходит со всеми креативными бизнесами, в особенности, когда ты начинаешь использовать инструменты исследований, ты это видишь. Я сегодня покажу инструменты, с помощью которых вы тоже будете это видеть. Как на самом деле строится креативный бизнес? У нас есть продукт почти такой же, как у всех. Вот тут ползала внедряет 1С. Решение. Продукт вообще такой, как у всех. Мы ищем прикольную коммуникативную идею. Мы ищем какого летающего слоника, веселую черепашку, или команду супергероев нарисовать у себя на сайте. Или что такого эдакого рассказать. Смотрите, что получает в этот момент потребитель? Скажите честно, впечатление от продукта? Что? Вот такое маленькое впечатление от коммуникации. Причем, естественно, он избирательно запоминает только слона, пытается найти летающего, пытается найти ответ на вопрос, почему летающий слон. У него не получается, он разочаровывается. Весь его пользовательский опыт, знаете, к чему сводится? К базовым, самым примитивным вещам из продукта. Поэтому он считает вашу компанию на самом деле такой же, как все. Потому что его опыт пользования, он ничтожен микроскопично мал. Почему? Потому что вы все время отвлекали его на свой креатив. Ну просто. Исключительный бизнес, у которого сильная идея является основой уникальных процессов, кому будет интересно, я в кулуарах могу показывать десятки кейсов этих исключительных бизнесов, реальных, у которых реально… Все очень просто. Ребята строят процесс. Мы сейчас делаем большой кейс на рынке недвижимости и хренеем. У нас есть компания, которую в Одессе ненавидят. Ее все там поливают во всех средствах массовой информации. Я изучаю опыт покупателей у них квартир. У них предельно счастливые люди, которые описывают уникальный опыт. Какие у них совершенно не такие охранники, как они совершенно по-другому работают с придомовой территорией. Какие у них 25 пунктов стандарта в жизни в доме, когда можно музыку, когда нельзя, какое взаимоотношение с детками. Шумные работы, три квоты по времени обязательно, чтобы днем дети спали вечером, утром. Обязательно выделенные места парковочные для машин скорой помощи, которые нельзя занимать. Ну короче, там вот такой перечень. Они сформировали то, что называется уникальный потребительский опыт. И знаете, чему это привело? Их все хают, их все ругают. Одна заказная статья за другой. Есть реальные. Основатель компании, судя по всему, жесткий коррупционер. Ну по всем признакам. И знаете что? Они продают больше всех вместе взятых. Знаете почему? Потому что у их покупателей уникальный опыт. А знаете, какая у них еще есть уникальная модель продажи? Они способствуют сдаче своего жилья в аренду. И люди, которые пожили в их домах, в их квартирах, не хотят покупать другие. Они, когда у них приходит пора выбирать свой дом, они покупают дом от этой же компании-застройщика. Потому что 25 пунктов пользовательского опыта, которые они запомнили. Вот что на самом деле происходит с теми бизнесами, которые можно построить, только используя те инструменты, которые я сейчас буду показывать. В основе такого бизнеса всегда лежит сильная идея. Смотрите, огромное количество современных бизнесов собственного производства не имеют и собственного продукта не имеют. Извините за тошнотворно банальный пример про Uber, который не имеет собственных машин, но имеет четкую сильную идею того и четкую концепцию того, как должно быть устроено обслуживание пассажира. Давайте поговорим про Apple, который не имеет ни одной собственной научно-технической разработки. Который все научно-технические разработки подбирает у научно-исследовательских институтов. Приходит и проводит кастинг. Ну, ребята, расскажите, что вы еще сделали интересного, что ложится в нашу концепцию. Дальше. Самое большое – это правильно простроенные процессы, которые в каждой точке контакта показывают эту самую идею. То есть, что значит исключительная пиццерия? Исключительная. Это значит, какая-то не такая, как у всех, идея. Какая, при этом, почему-то нужная пользователя. Я даже не могу вам сказать, что это. Но если ты это нашел, эту идею, то ты делаешь все процессы такими, чтобы человек точно мог сказать. Сейчас, хотя кому-то интересен риэлторский бизнес? Я могу вам в двух словах сказать. Вы сейчас поймете. Все показы квартир у всех риэлторов одинаковы. При этом это единственная точка контакта, на которой могли бы отличаться агентство недвижимости. Ха-ха. Дело вообще не в папочках, дело не в сайтиках, дело не в рекламе на счетах. Дело в том, как ты показываешь квартиру. Все показы одинаковы. Что при этом происходит? Сказать вам? Они не считают, что агентство чем-то отличается друг от друга. Они считают, что агентство – это офис риэлтора. У меня есть исследование годичной давности. Что они говорят? Агентство – это офис риэлтора, рабочее место риэлтора. удивительно как почему же вдруг может быть у агентств недвижимости есть уникальные бизнес процессы у какого-то одного агентства такие вот ты пришел ты понимаешь я обслуживаю здесь и здесь все будет по-другому и здесь все будет именно так как мне нравится да нет удивительно потом продукт который является фактически следствием этого тогда что сначала получает человек вот в первой точке контакта у него есть ценность сразу же он видит что эти ребята делают для меня что-то такое особенное уникальное он запоминает что ему было удобно он помнит комфорт он получает антистресс во время кризиса такие бизнеса стремительно растут потому что люди часто ходят в какой-то свой маленький вы заметили какой стремительный рост маленьких кафе у вас они тоже избивают ногами большие рестораны но у нас просто это повально у нас открывается ребята за 10 тысяч долларов открывают бургер бар и просто забирают половину клиентуры исторические исторической сети трех ресторанов которые ходили все просто избиение младенцев знаете почему потому что ценность комфорт и понимание исключительности свежая штука год месяц назад принимал экзамен у выпускников своей школы написал в фейсбуке говорю такая вот аукцион невидимой щедрости пришлите свой бриф своей компании свою бизнес задачу вот вам бриф заполните его онлайн мы дадим бесплатный консалтинг а я это просто что делаю я отдаю выпускнику на экзамен эту задачу я не даю ему никаких теоретических билетов я говорю нате реальный бизнес консультируй сдавай консалтинг мы его отправляем клиенту а я тебе ставлю оценку получили 23 брифа теперь смотрите какая смешная штука в брифах было два вопроса таких интересных первый как вы оцениваете состояние рынка на котором вы работаете падает растет покупательская способность сокращается покупательская способность там типа наоборот увеличивается и второе что не нравится вашим клиентам в вашем бизнесе то есть какую информацию вы имеете о недовольствах и болях своих клиентов расскажите что им не нравится смотрите 75 процентов компаний которые в брифах написали что у них нет информации о том что не нравится их клиентам они не ведут такую статистику они также отметили что у них рынок стагнирует и сокращается 75 процентов 90% компаний, которые детально описали, какие боли и проблемы у их клиентов, они имеют обратную связь, их менеджеры знают эти боли, написали, что у них рынок растет и развивается. Сейчас понятно было или надо еще раз повторить? Это один и тот же рынок, это одна и та же страна, это один и тот же момент времени, там нет никакой металлургии против, не знаю, продажи бутербродов на улице. Не, все очень просто, когда ты изучаешь своего клиента, когда ты видишь боли, ты прекрасно понимаешь, что ты можешь вырасти в два раза, просто начав делать нормально. Ну, ты понимаешь, в чем ты лажаешь, ты понимаешь, в чем ты не удовлетворяешь своего клиента, и ты категорически не готов поверить, что они от тебя уходят, потому что дэнекнет. Ты в это не веришь просто, ты говоришь, да, ребята, какой дэнекнет? А почему вот два ресторана стоят, я сейчас с одним работаю, там ресторан и сеть боулинг-клубов. Вот стоит ресторан, там пусто, вот напротив стоит, вот лестничный пролет, вот там, вот тут он, вот там другой, а там есть все, все столы. Дэнекнет? Вот там дороже, кстати, через дорогу. Не, нифига, им что-то не нравится. Есть у вас прекрасный специалист в Санкт-Петербурге, Сергей Хромов-Борисов, один из основателей бренда Megafon. Он недавно выдал шикарную цитату. У большинства бизнесменов и менеджеров две главные беды, он, кстати, может об этом говорить, он 15 лет был главредом журнала «Стратегический менеджмент». У большинства бизнесменов современных две главных беды. Непонимание идеи приближенных вычислений и непреодолимый психологический барьер начать разговаривать с потребителями. И это правда. Просто паническое нежелание общаться с теми, кто приносит тебе деньги. Я уже молчил о непонимании простой формулы, что никаких своих денег у бизнеса нет. У него есть только деньги собственника, если собственник хочет их тратить, ну, конечно, тогда, пожалуйста. Ну, если он хочет сам все покупать и сам все оплачивает. А вообще-то есть только деньги клиентов. И вообще-то, если им не нравится, то у тебя не будет никаких денег. Ну, это такое. Задачи маркетинга на самом деле никто уж не заметил, что задачи маркетинга поменялись вообще тотально. Смотрите, что произошло. Раньше мы что делали? Мы делали креативную, как мы говорим, обертку бизнеса. Мы им рассказывали. Мы пытались нагнать больше лидов. Мы пытались прикольнее, необычнее рассказать о своем бизнесе. Мы активно поддерживали рекламу, вкладывали в нее деньги. Маркетинг, рекламное дело вообще было одно и то же. Смотрите, что произошло. Я не знаю, что у вас в России произошло, но я могу сказать, что у нас произошло на Украине. Не думаю, что у вас что-то сильно поменялось. У нас уже сформировалась четкая ситуация. Они не покупают. На эту ситуацию есть только второй ответ. А мы не продаем. Чем больше мы продаем, тем меньше они покупают. Они не хотят покупать. Они на купи, они выставляют барьер. Они выставляют заслон. Их перестала радовать эта игра. Ну, это веселая игра, которая называется купи. Он говорит, не хочу. Ты говоришь, ты все равно купи слона. Он говорит, все равно не хочу. Ты говоришь, ну все-таки купи слона, эти шарик подарю. Он говорит, ладно, хорошо, куплю. Что на самом деле теперь делает маркетинг? Маркетинг находит и создает продукты для гостей этого бизнеса, для клиентов этого бизнеса. Ориентируясь на их вкус и глубокое понимание их интересов. То есть какие это взаимоотношения? У меня такие взаимоотношения в пяти разных бизнесах абсолютно по одной и той же схеме. Они у меня ничего не покупают. Я им ничего не продаю. Я узнаю их потребности и говорю, ребят, смотрите, вот у меня есть абсолютно для вас. И чем ближе я к ста процентам, ну чем точнее я угадал, а это не угадал, это математика, это подготовка, это качество работы консультантов, т.д. и т.п. Тем более с большей радостью они это берут. Понятная логика? Что касается пуша. Если вы знаете разницу, пуш и пул маркетинг, пуш и пул продаж, знаете, толкающие, вытягивающие. Вы посмотрите в интернете. Вот пуш сейчас вообще перестает работать. То есть он сейчас, смотрите, во-первых, что произошло. Все онлайн сервисы рекламы, фейсбук, вконтакты, т.д. и т.п. сделали кучу инструментов для пуша. И они прекрасно зарабатывают на них деньги, потому что чаще всего клиенты не считают малые бюджеты. Они не смотрят на то, как они могут 10, 15, 20 тысяч долларов в год, а некоторые в месяц потратить просто на попытку протолкнуть, которая на самом деле по конверсии ничем не заканчивается. Ну вообще ничем не заканчивается. А они до сих пор некоторые, у вас еще тоже говорят про имиджевый эффект, да? Вы еще тоже периодически от рекламщиков слышите этот бред, да? Про то, что вот, конечно, у нас никто ничего не купил, но узнаваемость-то выросла. Вот клиент запомнит, он же потом обязательно придет. Слышите эту чушь еще? Или уже все вымерли, которые это рассказывали? Смотрите, поговорим о философском. Кто-то мне может объяснить вот разницу между этими фундаментальными понятиями? Что такое хорошее качество продукта и плохое качество продукта? Удовлетворение и разочарование. То есть удовлетворен клиент, это хорошее, а разочарован, то есть оно абсолютно нестабильное. То есть на каждого клиента своя дефиниция, что такое хорошо, что такое плохо. Черно-белый телевизор в 75-м году, это было хорошо. Ага. Еще есть какие-то определения? Как понять, что такое качество вообще? А? Что? ГОСТ? А, у Жванецкого есть. А кто это ГОСТ-то выдумывает? Это говорит, в Москве один умный человек в институте сидит. Он что, такой умный? Нет, у него московская прописка. Еще есть точки зрения, что такое качество? Цена просто, да? А, качество – это цена качества. То есть слово «качество» мы объясняем при помощи слова «качество». За эту цену. То есть вы думаете, что цена входит в структуру качества? С ответствием ожиданиям. С ответствием ожиданиям. Вот это немножко точнее. Смотрите. А какое масло более качественное? Посмотрите на картинку и поднимите руки, кто считает, что вот это масло более качественное. Из всех. Поднимите руки. Ну честно, просто измерьте свои ощущения. Кто считает, что вот это более качественно, чем все остальные? А если там внутри одно и то же масло? Ну как это на фокус-группах делается? Как у вас мозг так срабатывает? Кто сейчас смотрел по рукам, как так мозг срабатывает? На основе чего он сделал этот вывод странный? Еще и по вкусу будет казаться, что оно разное. Вы же знаете, да? Вы участвовали хоть раз в фокус-группах, тестировали свои любимые соки, йогурты? Это богатый опыт. Ты реально сначала рассказываешь, что тебе вот этот йогурт не нравится, ты смотришь, он ужасный, он жидкий, он невкусный, никогда его не буду покупать. Потом в слепом тесте ты выбираешь именно его. Бренды ощутимо влияют на воспринимаемое качество. Один и тот же товар в разной упаковке кажется по-разному качественным. На самом деле качество, слово качество, это очень-очень-очень много разных слов, объединенных в одно. Смотрите, есть потребительское качество, это то, о чем говорит Евгений, соответствие ожидания. Но для того, чтобы управлять потребительским качеством, нужно знать ожидание, для того, чтобы чему-то соответствовать. Есть производственное качество, вот это все понимают. Какой у меня станок, как быстро или медленно я выпиливаю деталь, за сколько времени там у меня принимается, обслуживается заявка, параллакс у меня на сайте или не параллакс и так далее и тому подобное. У меня есть технические средства. Смотрите, человеку на самом деле важно, чтобы кино можно было смотреть через интернет. А техническим средством к этому является у кого-то, ну, роутер к этому является, кабель тоже является вообще-то. Можно кабелем в розетку включиться, другое тех средство. Мотиваторы, то есть вещи, которые подталкивают. Демотиваторы, вещи, которые отталкивают. Вот скажите, пожалуйста, что такое нужно сделать в машине, чтобы ее не купили? Запах через раз купят. Нет. Что такого в машине конструктивно нужно сделать, чтобы машину не купили? Что? Руль убрать. Кто сказал? Молодцы, ребята, это правда так и есть. Ставишь джойстик, не покупают. Ребят, серьезно, не покупают. Ходишь, объясняешь, так удобнее, так прикольно, так хорошо, так как в самолете. Нет, не покупают. Это демотиватор. Никогда в жизни в интервью тебе человек не скажет, что у вас два человека, которые откуда-то это знают. Ну, у меня нет таймера, я не знаю сколько. Ой, так это замечательно. Половина времени – это хорошо. Смотрите, это демотиватор. Знаете, как демотиватора искать? Знаете, как остановить отток клиентов? Я вам сейчас скажу, что вы не делаете. У кого-то есть проблема с оттоком, у кого-то есть проблема с низким ретейном, с низкой возвращаемостью. Никто же руки не поднимет, но так все себе поднял. Ребят, пожалуйста, единственный источник демотиваторов клиента – это длинные разговоры с предельно недовольным человеком. Нужно внедрять в компании стандарт, что абсолютно недовольный человек, который в истерике, с ним обязательно нужно поговорить. Второй стандарт называется черная книга. Ее желательно делать сразу на черной бумаге и с белой ручкой. Когда клиент недоволен, ему дают специальную книгу, желательно поработать так с персоналом, чтобы не еще заговорщики говорили, ну вы напишите, напишите, может руководство обратит внимание, может они сделают. Вот это ощущение того, что тебе не понравилось, существует у человека около 30 минут. Но если ты жестко налажал, то оно существует в течение суток. Если ты за это время успел это с человека снять, то ты сразу же видишь тонкое место. Персонал тебе, естественно, линейный, не даст это увидеть. Ну, то есть, поэтому я сейчас говорю, это отдельный стандарт. Вот эта черная книга, это отдельный стандарт. Других источников нет. Через месяц ты будешь опрашивать человека, он не вспомнит. А если вспомнит, то переврет. Но он расскажет не то, что было на самом деле. Потребительское качество. Совокупность параметров, описывающих объект, товар, услугу с точки зрения ожидания и потребностей. Смысл, качество у клиента. Это то, чем на самом деле нужно управлять. И это то, что ломает всю философию бизнеса полностью. Это когда ты узнаешь, я сейчас покажу примеры про салоны красоты, про рестораны, про недвижимость, про риелторские услуги, про торговые центры, про что хотите. Ты узнаешь, что оказывается, ты инвестировал вообще не в то. Оказывается, ему на чхательном, мы сейчас в кулуарах разговаривали с человеком, он мне рассказывал, как ребята на выставке продавали за 2 миллиона рублей робота, который вставляет резинку в стекло, чтобы стекло не дребезжало. Вот не догадайтесь, может догадаетесь, человек по барабану, кто ему резинку вставил, робот или таджик. Так, ему вообще не важно, есть там резинка или нет. Если вы найдете способ без резинки делать так, чтобы не дребезжало, у него есть дребезжит и не дребезжит. Понимаете, о чем я говорю? Технических способов сделать не дребезжит существует миллион. Итак, производственное качество, технические параметры, смысл, качество с точки зрения производителя. Всем начхать. У вас есть Мизу, Сяоми, кто-то из китайцев на рынке? Да. Как они у вас с Самсунгом сосуществуют? А? Подпольно? Ну у нас просто они забрали рыночную долю. У нас появились у них официальные представители, и они отъедают каждый месяц у Эпла и у Самсунга. А? У вас они только заходят, значит вас это только ждет. У Huawei очень слабенький по сравнению с Сяоми и с Мизу. Ну вот я же говорю, у нас они просто, у нас совершенно другая ситуация. Они уже себе сформировали статус, уже пристойно и абсолютно прилично иметь Мизу и Сяоми. Почему? Потому что потребительское качество не содержит на самом деле технических особенностей. Люди не смотрят, как именно зашлифован корпус. Они вообще не это выбирают. Технические средства, вообще дырки, это дрели. Никто не покупает дрели. Вы помните старую историю. Человеку не нужны дрели на одну четверть дюйма. Человеку нужны дырки в стене на одну четверть дюйма. Ну, то есть это старая фраза Огилви. Ну, то есть все об этом забывают. Мотиваторы. Если ты случайно вычислил хотя бы один мотиватор в своем бизнесе, главное, никому о нем не говори. И ты будешь спокойно отбирать клиентов у конкурентов. Если ты нашел скрытый мотив, который толкает человека к покупке. Демотиваторы. Я сказал, как найти. Чем больше демотиваторов ты вычислил в своем бизнесе, тем меньше у тебя отток. Чем больше для тебя это черный ящик, тем выше у тебя отток. От персонала ты слышишь полностью ложную информацию. Тебе говорят, у нас все довольны, у нас все счастливы. Знаете, как у них срабатывает? Персонал помнит только контрастное состояние. Любой человек помнит только контрастное состояние. Кто работает с продажниками, тот знает, что продажник никогда не говорит настоящую статистику продаж. Никогда не говорит настоящую статистику звонков. Его собственная оценка, и он никогда не говорит настоящую реакцию на продукт. Его собственная оценка не совпадает со статистикой. И знаете почему? Он помнит контрастное состояние. Он помнит, когда ему сказали, Сережа, ты такой классный, и продукт у тебя такой классный. И он помнит, когда ему сказали, нет, я это не куплю. 81 раз ему сказали, Сережа, ты классный, 2 раза ему сказали, Сережа, я не куплю, 85 раз ему сказали, да, интересно, пришлите коммерческое предложение. Вот эти 85 раз он не помнит. Он сравнивает между единичкой и двоечкой. Двоечка побеждает, он говорит, продукт у нас плохой. Смотрите, салон красоты Потребительское качество, атмосфера, тишина, расслабиться, интерьер уютно, улучшает настроение Производственное, косметические ингредиенты, уровень сертификации мастеров возможности оборудования Техсредства, определенная марка LPG, комбайна для вакуумно-роликового массажа Планировочные решения, отдельные или не отдельные кабинеты для каждого клиента Звукоизоляция, мотиваторы Это я знаю, потому что мы делали большой проект в первый клубный салон красоты в Украине Закрытый, только для женщин Мотиватор – это избранность, закрытость, клубность Действительно, это работает само по себе Когда ты просто анонсируешь закрытый клуб, он сразу становится интересен Но это проверено Демотиваторы Ну я бы мог не показывать этот слайд и просто вас потроллить Но я точно знаю, что вы бы это не сказали Демотиватором для женщин в салонах красоты является пол массажистов и мастеров обертываний Скажите, пожалуйста, к массажисту какого пола женщина идти не хочет? К женщине, конечно К женщине, конечно 85% женщин не хотят идти к массажисту женщин Не верят они им просто и все Они им кажутся ненадежными, неинтересными У меня есть вообще пограничное состояние, когда просто нужно хоть где-то нормальные руки Если свой, так сказать, дома не работает А? Это тайский Это вы берете узкую специфику А я говорю там лимфодренаж Я говорю там, так сказать, хира Я говорю, ну весь комплекс салона Это не тайский салон Тайки, да, это понятно Смотрите Вот реальное исследование Я уже его давно показываю Потому что у него срок как бы прошел Мы его делали 4 года назад Вот, смотрите Уберу Скажите, пожалуйста На первом месте женщины отвечают Исследование женское Самое главное в салоне Если этого нет, вы в салон не пойдете Смелее Вы знаете ответ прекрасно Мастер Конечно, мастер Самое главное в салоне мастер Поэтому мастера просто зараза Управляют салонным бизнесом Они говорят, что они уйдут Это их клиенты Они выставляют свои условия Они вообще приходят в салон Говорят, сдай кабинет в аренду Я буду у тебя тут сидеть Ну они реально так делают Не хочешь, буду сидеть у конкурента Они реально так делают На втором месте Вы нашли два салона Профессионализм у мастеров Вы доверяете и в том, и в другом салоне Какой салон вы выберете? Что в нем обязательно должно быть? Интерьер А еще? А еще? Чисто это на восьмом месте? Нет, вы выберете интерьер Звуки, запахи Вы выберете ни в коем случае Не сервис Реально вы выберете тот салон В котором ни хрена подобного Это только мужчине своему расскажите Вот это сейчас была чистая Женская манипуляция Это неправда Я вам покажу, на каком месте цена Пусть еще скажут, что место Что она в другой конец города не поедет Ха-ха Что вам в самом деле? На втором месте, конечно, атмосфера А вот на третьем Это вопрос с подвохом У вас есть два салона С обалденной атмосферой Вам там очень нравится Вам очень нравятся там мастера Но из одного вы уйдете Почему? Девушки Это боль потребительская Но это неправдивый ответ Им есть четкая причина Я вам сейчас скажу Вы все согласитесь Попробуйте угадать Обслуживание вы переживете Вы не переживете какую-то другую вещь Вы уйдете Умение персонала молчать Если персонал падает на уши Вы немедленно уйдете из этого салона Да или нет? Да А теперь смотрите Как это решается технически Я не могу набрать себе Самых профессиональных мастеров Это технически невозможно У них будет просто стремительно расти ценник Я могу просто иметь мастеров Достаточного уровня профессионализма Но атмосферу я могу сделать Я могу нанять прекрасную дизайн-студию Продумать все до мелочей Запахи, шумы, зелень Необычную концепцию А знаете, как я могу научить персонал молчать? Я могу просто отбирать людей Которые изначально немногословны на работу Раз И вести четкий стандарт Что мы никогда не заговариваем первым Мы просто улыбаемся Киваем гостю И назвать это для красоты Японским стандартом обслуживания Пусть считают, что это японский стандарт обслуживания Это я вам говорю о проекте Будет... А теперь смотрите, пожалуйста Вот ваше обслуживание на четвертом месте Внимательность Важна внимательность На самом деле не вас забыла Ничего страшного Главное, чтобы внимательная была Главное, чтобы извинилась Ассортимент услуг, оборудование Уже дальше Репутация салона Дальше Эмоциональная оценка результата Дальше Чистота вот аж где Видите? И это правда И вы простите Вы покажете пальцем И они придет у них уборщица Очень внимательное обслуживание Скажет, ой, спасибо большое Извините Сейчас придут Попшикают, протрут, уйдут Вот смотрите А вот новые тенденции Вот работа во внеурочное время Вот креативные мастера Вот ценные скидки Вот место расположения Вот размер салона Вот то, что ты видишь В рекламе салонов чаще всего Оно вообще никак не влияет на выбор Они вообще не это выбирают Бляха-муха Для того, чтобы говорить о том Извините Что ты правильно сделал коммуникацию Ты в первую очередь Должен показывать интерьер и персонал Но не девочек В смысле внешности А в смысле Как они тебе улыбаются И ты должен показывать интерьер Ты должен показывать необычный интерьер Кто это показывает у вас в Москве? Кто в коммуникациях У вас из салонов это показывает? Опа Интересное открытие Это то, что мы с вами сейчас смотрим Называется QFD Структура потребительского качества Ранговая матрица потребительского качества Стратегически мы начинаем инвестировать в то, что малозначимо для пользователя Мы говорим о том, что ему просто неинтересно Мы рассказываем ему, какая у нас скидка Какая у нас акция Как мы удобно расположены близко от дома Какие у нас креативные мастера с наградами И показываем мастеров Каждый второй салон показывает мастеров в каком-то футуристическом космическом макияже С какой-то прической, которую никто никогда не сделает Из трех типов покрашенных волос в разные стороны При том, что это все не влияет на выбор Это не профессионализм Это креативность А профессионализм Это умение сделать правильно челку Профессионализм Это умение правильно сделать колорирование, эмилирование, не спалить волосы Это профессионализм Продукт, построенный без исследования функции потребительского качества Скорее всего, нужен только вам, но не потребителю Представьте себе на полном серьезе Что вы сделали вещь для себя И теперь у вас на многие годы будет задача заставлять пользователя его купить Причем вы всегда будете заставлять Почему вам будет нужен сильный отдел активных продаж всегда Почему вам нужны будут бесконечные бюджеты на рекламу Всегда Потому что вы постоянно пытаетесь заставить человека купить то, что не является его осознанным выбором Потому что вы изначально не интересовались тем, что он хочет Если уж мы говорим об исследованиях Смотрите вторая крайность в исследованиях Нобелевская премия по психологии в 2000 году была присуждена паре ученых Даннингу и Крюгеру Которые открыли эффект Даннинга и Крюгера Который изображен на этом графике Который говорит дословно о том Что уровень уверенности человека в собственных знаниях И в своей точке зрения равен 100% у человека, у которого нет никакого опыта Люди лучше всего рассуждают Вспомните старые советские фильмы о книгах, которых не читали В фильмах, которых не смотрели В местах, которых не посещали И услугах, которыми не пользуются И чаще всего вы за свои деньги покупаете в исследованиях Именно этих фантастов С ними проще всего говорить Они уверенно, четко говорят, как надо выстроить ваш бизнес Что надо в нем изменить и так далее и тому подобное При этом, как вы понимаете, ценность этих утверждений строго равна нулю А теперь смотрите, что они открыли Что чем больше у человека опыта, тем меньше он уверен В собственных знаниях и в правоте собственной точки зрения Чем больше человек набирается опыта, пользуется Тем меньше он черно-белый Ну если вы понимаете Тем меньше у него вот это хорошо А вот это плохо Но это конкретный эффект Данинга Крюгера И только уже у экспертов Уровень уверенности растет И он все равно не 100% Настоящий человек с огромным опытом Никогда не имеет 100% терминального четкого суждения О чем это нам говорит с точки зрения исследований Не стоит общаться никогда Ни в каких исследованиях С людьми, у которых нет опыта пользования Вашим продуктом Или подобным продуктом конкурента И не стоит общаться с людьми Ни о чем, кроме опыта пользования Самый дебильный вопрос в мире Который можно задать человеку Что бы вы изменили? Или чего вам не хватает? Или как вы думаете, что нужно было бы сделать? Это самые дурацкие вопросы в мире Вы провоцируете научно-фантастическое мышление А самые полезные вопросы в мире Расскажите, пожалуйста Вы у нас пользовались услугой? Да А могли бы рассказать в деталях историю о том Как вы выбрали нашу услугу? Что вы запомнили в процессе пользования? На что вы обратили внимание? Потом второй вопрос А что вам больше всего не понравилось В процессе пользования этой услуги? Какие у вас проблемы возникли? Какие трудности? Как вы решали эти трудности? Я покажу эту схему вопросов Работа с этой схемой вопросов Вскрывает совершенно другие вещи Она моментально показывает вам Во-первых, вы тут же поймете Что большая часть респондентов С которыми вы обычно работали Не имеют что сказать по данному вопросу Ну, потому что они не пользовались Или как, например, покупал в магазине Ну как, почему я выбрал магазин? Шел мимо магазин, зашел, вышел, ушел Все Почему ты купил квадрокоптер? Ребенок сказал купить Я зашел Как ты выбрал магазин? Не знаю Ввел в гугле, увидел первый магазин Нажал, купил Мы для этих клиентов Действительно строим свою Всю свою активность Для них? Нет, конечно Мы строим для тех Которые осознанно выбирают Которые тебя сравнивают Для этих мы что строим? Контекстную рекламу Мы для них строим И перевод на страницы захвата Для этого не нужно быть мега-маркетологом Ну, если я вдруг что-то непонятное Я потом сказал То вы мне скажете, я расскажу Смотрите Все исследования на самом деле Проводятся с целью поиска инсайтов Мега-популярное слово Все его используют Никто никогда не объясняет, что это такое Это очень выгодно с точки зрения Агентского бизнеса Потому что можно клиенту продать Все что угодно И сказать, вот у нас инсайт Это очень хорошая штуковина Смотрите Инсайт Озарение в нелогическое прозрение Как квалифицировать инсайт? Инсайт правдивый Это первое Инсайт исходит из опыта Не из выдумки Нельзя вытащить инсайт Который не основан на опыте Инсайт один из типовых инсайтов Это ответ на вопрос Почему он это сделал? Ни что он сделал Это факт Ни зачем он это сделал Понятно, ребенок сказал А почему он это сделал? Это вот это и является поиск инсайта Он может быть только в опыте Все, что не из опыта Это ложь Это выдумка Это не может быть основой Для дальнейшей стратегии Полезный То есть, который вы можете применить И свежий Который ранее неизвестен рынку Инсайт найти Это найти ранее упущенные из вида Знания о поведении И мотивациях потребителя Это найти неочевидный вопрос На ответ на вопрос Почему они это делают? Вообще, в принципе Смотрите, когда проводишь Берешь любую Я как консультант Захожу в компанию В компании давно Медленно и уверенно падают продажи Они давно считают Там первое, смотрите Они считают, что рынок сокращается Все, у людей нет денег Цирк на дроте Люди в ресторанах считают, что у людей нет денег Ха-ха три раза Люди в развлекательных центрах Считают, что у людей нет денег Ха-ха три раза Когда вы на полном серьезе уверены В том, что вас клиент покупает Из-за денег Я вам сочувствую Он не покупает из-за денег А торгуется Сказать вам, почему люди торгуются? Интересно? И как вообще торги убрать В 80% случаев? Интересно? Люди торгуются в одной ситуации Всегда Когда это их единственная Возможность участия Или единственная, или первая Люди торгуются ради торга Вот почему Это простое объяснение Почему человек, который покупает машину За 42 тысячи долларов Торгуется про 200 долларов Потому что ему не предложили Другого, более интересного способа Проявить себя Поэтому те, кто делают Кастомные себе автомобили Набирают Они никогда не торгуются Про 200 долларов Возьмите по статистике Потому что они заняты другим Они кожу в интерьер подбирают Поняли, о чем я говорю? Когда у вас предельно скучный бизнес Вы выдаете клиенту прайс Он ничего не может сделать Кроме как набрать позиции по прайсу Он никак не может повлиять на вас У него нет никакого интерактива с вами Он что, просто должен отдать деньги И ничего не делать? У него должно быть какое-то взаимодействие Он находит это взаимодействие Он торгуется В Одессе знаете, зачем на привоз ходит? Просто поторговаться Это просто спорт Вы что, серьезно думаете? Человеку, который пошел Ему важно 50 гривен он потратит или 40 Нет, он будет за поход Торговаться на испорченных весах Специально, которые изначально вешают 800 грамм А с походом у него будет 950 от килограмма Он ходит удовольствие получить Черешенку попробовать Огурчик И признак хорошего Это, кстати, был инсайт Почему они торгуются? Это я вам привел пример инсайта Признак хорошего инсайта Потребитель думает Когда ты ему выдаешь инсайт обратно Он тебе говорит Ну, слава богу, наконец-то ты меня понял Это первый признак Ну, тю, о Вот, знаете, как собака Все говорит Ну, все понимает Объяснить не может Вот когда ты объяснил то, что он понимает Ты нашел инсайт Вот вам шкала Оставите ее себе И всегда сможете сравнивать Что вы нашли Если вы нашли факт То вы нашли фокусировку На текущих и прошлых проблемах Если вы нашли инсайт Вы нашли что-то Что влияет на будущее решение Поэтому типовой, ломовой вопрос Который обнаруживает инсайт И скажите А как вы будете выбирать в следующий раз? Когда вам в следующий раз понадобится Для другого своего предприятия Заказать автоматизацию Взаимодействия с клиентами Как вы будете выбирать? Оп И начал слушать инсайты Ну, и начал слушать какие-то вещи Которые человек действительно Для себя уже сделал выводы Рациональное разъяснение покупки Ну, как, почему купил? Ну, я посмотрел Сравнил с другими системами Ну, тут вроде бы Обанплата поменьше И тут возможностей побольше И тут вот какие-то эти Не открытые кабины Открытые линии Какие-то появились недавно Вот я И я подумал Да, хорошо Это рационализация Он не поэтому купил Он купил Потому что его что-то вперло Вы вообще знаете Что люди Ну, доказано же уже У вас, кстати Большая школа нейромаркетологов Кора у вас есть Ну, давно же доказано Что никаких рациональных решений Черт не совершает Есть рационализация Эмоционального решения То есть человек Принимает спонтанное Эмоциональное решение Потом ищет ему объяснение Если он не находит Он, ну, знаете Это в голове Просто два кабинета Вот там сидит баба с печатью Та самая Тетя Нина И она тебе должна поставить печать Рационально Удобряю Если она тебе печать не ставит То твой эмоциональный Душевный порыв Не срабатывает Это у мужчин У женщин срабатывает Я не имею в виду гендерную Я имею в виду психологию Бывают мужчины с женской психологией Бывают женщины с мужской Структура интервью Вот она Которую нужно проводить с клиентом Опишите свой опыт Пользования продукта Почему он важен для вас Расскажите, пожалуйста, историю С какими проблемами Трудностями вы сталкивались В процессе покупки Выбора пользования Расскажите историю Как решались возникающие проблемы Что вы ощущали Когда возникала проблема Что самое важное Значимое в этом продукте На ваш взгляд Как вы будете выбирать Этот продукт в следующий раз В каждом из этих вопросов Вы можете углубляться Бесконечно Интервью нормально идет Больше часа Занимает больше 20 страниц Печатного текста одно Я вам сейчас покажу Живые примеры Вы можете всегда уточнять А как вы поняли Что вам необходимо Вот вы выбрали Нашу систему автоматизации А как вы пришли к мысли Что вам вообще нужна Система автоматизации Это вопросы на поведение Вы можете углублять С помощью ощущений А что могло бы вас расстроить При выборе подрядчика И вот вы углубились Сенсорный опыт А скажите Когда вы пришли в офис Что вы увидели В офисе Это вызывает Более глубокие переживания Воспоминания Человек опять рассказывает Больше Мнение ценностей Как вы думаете На что влияет Наличие или отсутствие Интеграции телефонии И слушаешь На что его На его взгляд Оно влияет Конечно невозможно За час рассказать И методы И технологию интервьюирования И т.д. и т.п. Просто не забудьте Что ни в коем случае Нельзя без разогрева Работать с респондентом Это я уже вижу Там часы есть в углу Важные моменты Это вы все увидите Да теперь самое интересное Ребят на самом деле Это индустриальный стандарт Для нишевых продуктов Сложных Проблематичных Достаточно 18 Качественных интервью Глубоких И правильно проведенных 18 Знаете почему Вам один раз Это нужно сделать И вы поймете Сколько там информации Вы запаритесь обрабатывать Никакие анкеты Никогда не содержат Столько информации Я сейчас покажу Для массовых продуктов Нужно больше интервью Вот это такая Интересная штуковина Что чем сложнее продукт Знаете почему Люди которые покупают ERP Microsoft Dynamics Вы уж простите Но они уже все о них знают Поэтому если Или которые покупают Лазерную систему Наведения Ну там да На оружие То есть они все о ней знают Поэтому нужно меньше интервью Люди которые покупают Йогурт в магазине Далеко не всегда Все знают о йогурте Поэтому нужно больше интервью Анализируя интервью Мы можем выделить в них И потребительское И производственное качество И идеи Которые предлагает вам Человек Которые Ну которые вы просто можете Все запомнить И раздражители И выгоды И то что ему приходится Делать самому Вот смотрите Это начало странички Это первый вопрос Который задан Вот просто посмотрите Сколько информации Содержится Это знаете сколько Это вот столько текста Вот это свежее интервью Мы делаем по недвижимости И там 20 страниц В этом файле В одном Смотрите Синенькое Это предлагаемое решение Человек считает Что он решил свои проблемы Купив квартиру Конкретного застройщика Конкретной торговой марки Смотрите Желтенькое Это то что ему приходится Делать самому Ему надо самому Менять жилье Поэтому грамотный застройщик Естественно Сотрудничает с агентством И говорит Пожалуйста Мы делаем трейд ин Ну да Мы меняем вашу квартиру На нашу Смотрите Продать свою квартиру Пейн Смотрите Боль Что ему не нравится Коробка Нельзя зайти Посмотреть нельзя Как эта боль решается Делать экскурсии на стройку Можно зайти в коробку Раз в неделю Можно зайти в коробку Одеть касочки Еще прикольный экспириенс Ну Походить с фонариком И посмотреть Вот смотрите Какие перегородки Смотрите Какие лестницы Вот смотрите Дом уже сдан Хоть бери и заселяйся Это выгода Ну Для человека выгодно Что дом уже сдан Офигенная придомовая территория Говорит клиент Да Потом знаете Что выясняется Что они покупают Не квартиры А придомовые территории Мы это сейчас реально видим Молодые семьи Покупают придомовые территории Они реально покупают Количество зелени Детские площадки Скамейки Грамотную инфраструктуру Внутри двора Они по ней выбирают Ну Это то что я сейчас вижу Я не все успею показать Я просто показываю В одних В одних и тех же Двадцати там Или тридцати Набранных интервью Вы можете сразу найти Выгоды пользователя Работы пользователя Боли пользователя Вы можете тут же Спроектировать себе решения С помощью которых Вы можете сделать так Чтобы пользователь Это не болело И чтобы он не отказался Вы можете найти Способы сделать ему лучше Вот это самое выгодное Когда ты нашел Что твой пользователь Вынужден делать сам Вот смотрите На Украине сейчас Нет возможности При внедрении Скажу вам понятное Каждому интегратору Необходимо долго С бубном Настраивать телефонию У нас есть целый Один бенотел Ну целый Один поставщик Который очень с бубном И у тебя всегда Есть работа Его настраивать Как только Приходит решение Которое из коробки Сразу там В три клика Работать с телефонией Оно лучшее Чем все остальные Почему? Потому что вот User jobs getting done Извините Вот Я делаю какую-то работу Пользователя за него Это понятно? Знаете Есть старая фраза Найди проблему Пользователя Реши ее Ее не совсем правильно понимают Боли пользователя Не надо решать От болей делают Боли утоляющие Смотрите К вас бесит Что игра долго загружается На мобильном телефоне Бесит кого-то Долг Грузится Что делают? Вам каждый разработчик Игры новый телефон Дарит что ли При покупке А что они делают? Нет Они миньончика Тацующего ставят Который песенки поет И вы смотрите Как танцует миньон Это называется Pain reliever Они не сделали Ваш телефон быстрее Они поставили Поющего персонажа И ты смотришь Как он поет И тебя не бесит Что оно долго загружается Понятно? Непонятно? Вот смотрите Вот мы выделяем Атрибуты качества Смотрите опять Крошечный кусочек интервью Там 20 страниц Посмотрите внимательно О каких анкетах Можно говорить 13 вещей Влияющих на качество Ресторана Содержатся На вот таком Абзаце текста Человек в интервью Сразу посмотрите Сколько наговорил Про ресторан Более тысячи Атрибутов качества Содержатся В 20 интервью Там огромная задача Как их структурировать Вот так вот Распечатали Тысячу бумажек Я вам сейчас покажу Что это за картинки Которые вы видите У всех американцев Там вот эти вот Огромные стены С бумажками Вот что у них И у европейцев Объединяем по смыслам Выделяем Логические уровни У меня сейчас Не хватает времени Об этом с вами поговорить Исключаем определенные Атрибуты Делаем анкету По безразмерной шкале И наконец Измеряем Вот тот вот рейтинг Который я вам показывал В начале Вот так вот Измеряем Кто-то кстати Использует Очень какой-то прикольный PDF viewer Который Поэтому у меня Все шрифты слетают Значит смотрите То что на самом деле Управляет качеством Вот чем лучше Ты сделал Не знаю Чем более просторная У тебя парковка Под домом Тем более счастлив Человек Который Купил эту квартиру Это линейный атрибут Он реально управляет Качеством Смотрите Если он вот так Растет экспоненциально Это мотиватор Или гейн То есть смотрите Если ты это не делаешь Клиенту в общем-то По барабану Ну видите да Он не сильно Это расстраивается Вот ты этого не делаешь Ничего страшного Могу привести пример Персонально Подходит К тебе шеф-повар В ресторане И говорит Давай Что я могу Для вас сегодня Приготовить Если ты этого не делаешь Люди расстраиваются В ресторане Нет Если ты это делаешь Вау эффект Это мотиватор Ну вот он Это гейн Ты его отбрасываешь Это не то Чем нужно заниматься Это экстра Ну это не ordinary Смотрите Теперь демотиватор Скажите Насколько счастливы Люди будут Если ты сделаешь В ресторане туалет Поднимите руки Кто будет безумно счастлив Если найдет туалет В ресторане Интересно Где вы живете Какие рестораны вы ходите А вот если я не сделаю Если когда-то Вы ходите во двор Вы будете расстроены Это называется демотиватор Или это боль Это пейн Смотрите Вот почему Все, чтобы вы понимали Все анкетирование клиента По найденным атрибутам Делается только так Насколько счастливы Вы будете Если это будет И насколько несчастны Вы будете Если этого не будет Только с помощью Вот такой схемы Ну анкетирования И шкала Кстати должна быть безразмерная Не должно быть От одного до пяти Человек должен иметь право Ну ставить любое количество отметок Это кстати метод Кано Вот он Вот Вот так мы определяем Что у меня действительно Управляет качеством Во что нужно вкладывать деньги А что у меня управляет Только 7 минутными переживаниями Проектирование продукта Я не успеваю К сожалению показать Но все же покажу Смотрите Мы нашли у них Какие-то выгоды Мы нашли у них Какие-то работы Мы нашли у них Какие-то боли На каждую боль Мы придумали таблетку Ну придумали затычку На каждую выгоду Мы придумали способ Создать эту выгоду На каждую работу Мы придумали какой-то сервис Который будет эту работу Делать за пользователя Получили Извините Полторы тысячи сервисов Которые никак невозможно Поплатить Получили огромную простыню Что мы делаем с этой простыней Вот смотрите Мы знаем топ-10 самых важных критериев качества Ну помните как по салону красоты Я делаю такую табличку И делаю простую проверочку Как по существующему бизнесу Так и по новому А на что собственно влияют Мои кондиционеры Быстрые официанты Шеф-повара Выходящие в зал Тематические меню И т.д. и т.п. Смотрите Вводим систему условных обозначений Просто на пересечении Одной функции Из этих полутора тысяч И конкретного атрибута потребительского качества Ставим красный кружочек Если именно это техническое средство Непосредственно делает Вот это потребительское качество Это понятно Холодно Ну не холодно Типа комфортный микроклимат Из-за системы климат-контроля Так? Так Косвенно влияет Просторное помещение И большое количество окон Косвенно влияет на микроклимат Слабо влияет Ну не знаю Место расположения наверное Чуть-чуть светлее Чуть-чуть темнее Вот я заполнил Пока еще ничего не понятно Теперь мне осталось сделать одну магию Кто захочет Я еще раз говорю Я есть в кулуарах Я еще часа полтора есть Я могу детально об этом общаться Смотрите Я подчеркиваю следующие вещи Обратите внимание Есть номер два Важнейший критерий Например атмосфера в салоне красоты Которая важнейшая И посмотрите внимательно В этом гипотетическом случае Я никак ей не управляю Все Мой бизнес провальный Я херней страдаю Я вкладываю деньги в какую-то ерунду У меня нет ни одного инструмента управления атмосферой У меня нет клиент-сервис менеджера У меня нет декоратора Который расставляет свечечки У меня нет диджея Которые играют музыку Ну в клубе и так далее И тому подобное Смотрите Вот я слабо управляю Слабо управляю Слабо управляю Слабо управляю А вот две статьи на сокращение Шестой и двенадцатый фичер Вообще ни на что не влияет Посмотрите внимательно Просто завтра убрать и все Жалко Хорошие были люди Хорошие были подрядчики Ну хорошие были компании Но жаль они ни на что не влияют Они никак не делают Моего клиента более счастливым Анализируем конкурентов При той же самой схеме Вот топ 10 потребительского качества Вот все твои конкуренты Ты берешь и отмечаешь на пересечении Желательно конечно опросить клиентов Вот тут пригодится анкетка От одного до пяти Насколько атмосферный По их мнению салон А От одного до пяти Насколько они оценивают Профессионализм мастера В салоне от одного до пяти Расставили циферки Пока непонятно кто лидер рынка Обвели единички Ну то есть кто типа круче всех Пока тоже непонятно Обвели двоечки Понятно кто номер один На самом деле Всегда совпадает Резко открываются глаза Вот у вас был у вас есть это Я точно знаю это у всех есть Вот как эти гады работают У них все плохо Я захожу у них интерьер Не дизайнерский там в магазине И консультанты у них неграмотные И короче сайт у них устаревший А люди к ним ходят и ходят Потому что они тупые Вот один раз сделал бенчмаркинг По QFD И сразу понял почему все ходят к ним Потому что на самом деле Они в отличие от тебя Удовлетворяют топ 5 потребительского качества А ты вот как вот этот вот смешной товарищ Смотрите Удовлетворяешь от 5 до 10 Ну видно вам да Первая колонка То есть он реально занимается Знаете чем? Он чистотой занимается с утра до вечера Он вообще наверное в рекламе должен написать Самый чистый салон красоты Приходи-ка у вас нет этой программы С Ольгой Фреймут Какой-нибудь там ревизор по ресторанам Который ходит пыль собирает Вот приходи с ревизором И увидишь что у меня самый чистый салон Строим карты эмпатии Из тех же интервью Выделяем инсайты Которые в дальнейшем используем в рекламе Из тех же интервью 30 бесед 100 анкет Которые нужны для того Чтобы выстроить рейтинг 100 анкет Это очень мало 3 недели времени на обработку Это у вас реальные фотографии Это реально столько информации на обработке И что ты получаешь? Четкое понимание приоритетов стратегии На что делать акцент в продукте На что делать в коммуникации О чем вообще перестать говорить Потому что это прикольно Но никому не важно На что сделать акцент в продукте Какие технические средства ввести в продукт Какие убрать? Четкое понимание Что из твоих замечательных инноваций Которые ты увидел на очередной выставке Или конференции Нужно, а что не нужно И главное Нет никакого дискуссионного момента Вместо всех дискуссий Простите Есть вот эта таблица И нет никаких дискуссий Нет больше дискуссий о том Кто из клиентов лидер рынка Из конкурентов лидер рынка Нет дискуссий Есть таблица И мы понимаем стратегически Смотрите Вот этот вот товарищ Знаете что понимает? Мне нужны и второе и третье Тоже сделать на единичку Мне надо еще больше атмосферы В салоне красоты Давайте сделаем йогу С живой музыкой Раз в неделю Там где ситары Таблы Индийская медитативная музыка И видео арт И все И вот у тебя атмосфера уже не на двоечку У тебя атмосфера на единичку Все кто это видели Еще меньше хотят уходить К самому чистому салону Москвы С самыми интересными акциями Да Ценность и экстраординарность Теперь ее можно строить Как ее строить? Очень просто Топ 10 потребительского качества Это ordinary И этого ordinary нету у половины конкурентов И ты их уже вот так вот ногой бьешь с рынка Но я могу привести вам кучу реальных примеров Просто говоришь Ребята идите До свидания Спасибо Как у вас Тинькофф взял Теперь действовать будем мы Там да Песню Цоя Да он реально Просто приходишь Идите ребята отсюда Делайте акции дальше А мы просто сделаем самый правильный салон И это ordinary Это еще не экстра А где экстра? Экстра в gains В выгодах И экстра в болях То есть А у меня еще и тебя ничего не будет раздражать А я еще и буду делать твою работу за тебя Еще одна чудесная бизнес Литература Тренинг в видео Знаете Есть такое популярное Трое из ларца А вы что и кушать за меня будете? Ага Ну вот Собственно Значительно более высокий уровень осознанности бизнеса Значительно более высокий за три недели Просто Что важно помнить В мире правда уже нет конкуренции Продуктов и услуг Остались две точки конкуренции Конкуренция моделей управления И конкуренция уровня осознанности Побеждает на рынке тот Кто лучше понимает своего потребителя Побеждает на рынке тот Кто лучше понимает своих сотрудников И все Есть две осознанности Осознанность внешняя Осознанность внутренняя Если ты плохо понимаешь своих потребителей Ты делаешь то, что никому не нужно Ты тратишь кучу денег на то, чтобы им впиндюрить Ну был у меня такой знакомый Директор по маркетингу фармацевтической компании Берлин Хими Он говорил На территории СНГ Фармацевтический маркетинг делится на две стратегически важные составляющие Банкетинг и впиндюринг Сегодня, кстати, вечером до встречи на банкетинге Вот Собственно говоря, вы делаете впиндюринг, потому что у вас другого варианта нет Уровень осознанности внутренний Если ты не понимаешь хорошо мотивации своих сотрудников У тебя их просто не будет Ну или у тебя будет безумная текучка Две осознанности Осознанность тех, кто за дверью Ну понимать тех, кто за дверью И понимать тех, кто с этой стороны двери Все Больше ничего не осталось Остался только бесконечный рост ассортимента Кто-то, наверное, работает в этих бизнесах А давайте добавим еще продуктов Давайте сделаем еще один новый продукт Давайте сделаем еще новую приблуду, примотку, акцию к продукту Если у вас прекрасный товарищ Если вы его не читаете, Сергей Славинский Найдите и подпишитесь на него в ЖЖ Потрясающий человек пишет О маркетинге и о бизнесе Просто ходячая энциклопедия Он недавно выдал отличную цитату Проблема широкого ассортимента Не в попытке дать всем все А в отсутствии понимания Почему выбирают именно тебя На самом деле, когда ты понимаешь, почему выбирают тебя Ты прекрасно живешь с ассортиментом в одну позицию В две позиции, в три позиции Или без ассортимента вообще Когда ты говоришь У нас все решения индивидуальные Но вы удивитесь, насколько быстро мы делаем для вас индивидуальные решения И насколько точно мы угадываем И вот вообще никакого ассортимента нет Спасибо за внимание Вопросы в кулуарах Вопросы в кулуарах Поставки в кулуарах